МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кормление только через вену. У маленького ребенка синдром короткой кишки. С реанимации выходить, у него сердечко плохо. Адреналин, что ли, вкололи. Правильно, только операция за операцией, операция за операцией. Фаина сможет жить обычной жизнью, но на это нужны большие деньги. Помочь может каждый. Новые остановки под угрозой. Пожилого возраста уже не будут ломать, конечно же. Сами понимаете, не до этого молодежи силы много. Во влах активизировались вандалы, с чем обратилась к жителям руководства. Ждут елок больше, чем Нового года. Каждая доярка дает своей корове практически уникальную кличку. Здесь есть Марьян, Августина и даже Мадонна. Кому доставляют хвойные деревья и что с ними делают после праздников? Здравствуйте, это новости Юго-Востока Татарстана. В студии Лилия Селемзянова. Мы с вами не раз приходили на помощь в безвыходной ситуации. Сегодня помочь нужно пятимесячной Фаине. У ребенка синдром короткой кишки. На жизненно необходимой смеси нужна сумма, которой у семьи нет. О маленькой девочке за большой жаждой жизни в следующем сюжете. Кормление для пятимесячной Фаины – процедура неприятная. На груди ребенка вшита титановая пластина для иглы с катетером. Вместо грудного молока и пюре через него поступает специальная смесь. Другую пищу организм девочки не усваивает. У Фаины – синдром короткой кишки. Первые симптомы появились, когда ей был один месяц. Где-то 13-го числа, 13 сентября у нас поднялась температура. Надул, вздулся живот. Вызвала врача на дом. Проверили, нам сказали ложиться в больницу. Целую ночь маленькую Фаину обследовали врачи и выявили кишечную непроходимость. Малышку с мамой экстренно направили в Казань. Там их ждали новые осмотры. Когда у девочки появились кровяные выделения изо рта, сделали первую операцию, а за ней еще две. После удаления длина кишечника у ребенка около 40 сантиметров, вместо положенных полутора-двух метров. После третьей операции у нас сердечко отказывало. Ну, сказали, выходите, ну, быстренько с реанимации выходите. У нее сердечко, сердечком плохо, адреналин, что ли, вкололи. Ну, правильно, только операция за операцией, операция за операцией. Сейчас Оксана с дочкой находятся на домашнем наблюдении. Каждый день их посещает педиатр. По ее словам, все, что нужно ребенку сегодня – это время. С возрастом кишечник вырастает, и девочка сможет жить, как обычный ребенок. На данный момент питание ребенок нуждается в парантеральном. Но с возрастом, когда ребенок вырастет, и с возрастом кишечник тоже станет длиннее, ребенок сможет уже кушать нормальную пищу, соответствующую его возрасту. И вот это парантеральное питание и смеси не нужны будут. На специальные препараты на год для нахождения в домашних условиях нужно 1 миллион 749 тысяч 11 рублей. Собрать такую сумму семье Самсоновых, где работает один папа, не под силу. На попечении у них находится еще один ребенок. Большая часть денег уходит на питание для Фаины. Остальное отдают за ипотеку. Опа, летаем? Полетели? Половину из своей пока маленькой жизни Фаина провела в больницах. Но дома ждут и любимые игрушки, и детская кроватка. Чтобы она не оставалась пустой, мы можем помочь. Для этого нужно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Как перевести большую сумму, можно узнать на сайте Росфонда. Да, есть люди добрые. Очень много добрых людей. Раньше я сама помогала, но когда есть возможность, много очень добрых людей они помогут, я знаю. Катерина Машинцева, Эльнур Залятов. Новости Говостока. В Бавлах появились 23 новые автобусные остановки. Их закупили за счет посередств исполкома и по программе «Безопасность дорожного движения». Но кто-то уже повредил скамейки. Подробности узнавала Индира Сайфулина. Некоторые новые остановки пострадали от рук вандалов. Повреждены скамейки и крыша. Мне кажется, просто делать нечего. Просто сил уже некуда им девать, да, вот этим вот людям. И которые не любят свой город, не любят вот эту всю красоту, которые хотят только вредить. Вот это вот люди какие. Пожилого возраста уже не будут ломать, конечно же. Сами понимаете, до этого молодежи силы много. Вот не знают, наверное, куда девать. Они, я так думаю, уж. В социальных сетях подписчики в адрес вандалов также оставляют негативные комментарии. Здесь вандализм полный. Молодежи заняться нечем, вот и ломают. Я думаю, кто этим занимается, ломает, рушит, портит, пишет нецензурные слова. Они не получили дома нравственного воспитания, родительской любви, понимания. Родители не учили к бережному отношению к природе, вещам. Прежде надо наказывать родителей. Ребенок учится тому, что видит на дому. Каждый остановочный павильон обошелся исполкомовство 20-150 тысяч рублей. Выявляются такие случаи, что жильцы города Бавлов как-то не очень бережно относятся к данному имуществу муниципальному. Хочется попросить о том, чтобы бережнее относились к муниципальному имуществу, остановочным павильонам, да и к остальному имуществу. Ранее установленный остановочный павильон Акбуа по улице Западной был и вовсе разбит, представляя опасность для здоровья и жизни пассажиров. Его на днях привели в порядок. Индира Сайфулина была от меня за новости Юго-Востока. О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Татарстане выявили 378 новых случаев заражения. 8 из них завозные, остальные заразились на территории республики. 50 человек лечатся в больницах, 328 дома. Вирус выявили у жителей 28 районов. На Юго-Востоке 13 фактов заражения. По 4 приходится на Альметьевский и Сармановский районы, по 2 на Знакаевский и Бавлинский. Один новый случай в Зайнском районе. В Ютазинском районе на пожаре погиб мужчина. Происшествие случилось в среду вечером. Огонь охватил частный одноэтажный бревенчатый дом. На месте пожара найдено тело 42-летнего мужчины. Известно, что он приезжал в дом лишь на время. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении. С начала года в Татарстане произошло 229 пожаров, на которых огнеборцы спасли 13 человек, 12 погибли, еще 12 пострадали. 27 января исполняется 78 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда, которая длилась почти 900 дней и ночей. В Альметьевске в школе номер 24 для учеников 6 класса прошел открытый урок истории и показ фильма, посвященного тем трагическим событиям. Наши предки – герои ребята, и те, кто сражался, и те, кто был в тылу, и даже дети, которые это пережили в достоинстве. Ребятам рассказывают о героизме жителей блокадного Ленинграда, об их мужестве и отваге, которое они проявляли, находясь в городе, зажато в смертельное кольцо. Учителя делились не только знаниями из книг, но и моментами, с которыми столкнулись лично. Туман, раннее утро, мы спускаемся, ребята, по ступенькам, и вот как будто ниоткуда появилась старушка маленькая с клюкой и подошла к одной из могил. Мы принесли цветы, она принесла маленький кусочек хлеба. Некоторые истории окажутся в наше время невозможными, но именно они и дают понять, как тяжело было людям в то время. Учительница вспомнила историю, рассказанную ее мамой. Она узнала ее от своей подруги, которая пережила блокаду. Ее соседка оставила старушку, чтобы та присмотрела во время блокады, а сама ушла на фронт. А был голод, холод, есть было нечего. Старушка умерла. И она эту старушку, ребята, не отдала похоронной команде. Она ее положила на антресу. И пока наши не прорвали блокаду, она ее съела. Аделя Хайдарова работает учительница истории и общества знаний 34 года. Она считает патриотическую тему одной из главных. Еще будучи студенткой университета, входила в движение «Снежий десант», где много общалась с ветеранами войны. Они погибли для чего? Для того, чтобы мы жили, мы должны это помнить. Это каждый понимает, что жизнь, она стоит, потому что свобода не знает цены. Также дети посмотрели документальный фильм и увидели своими глазами те кусочки хлеба, которые получали жители осажденного Ленинграда. Лена Хмитвалеева, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока. В рамках добровольческой акции в Ленногорский район прибыли студенты-медики из городов России и Татарстана. Они приехали, чтобы оказать помощь жителям сел. 12 будущих медиков проводят диспансеризацию, выполняют социальную работу. Подробности у Натальи Лакомкиной. Ибрахим Аль-Саади родом из Ирака. В Россию он приехал 6 лет назад. Выучил русский язык и поступил в медицинский институт в Саранске. Сейчас на пятом курсе. Молодой иностранец мечтает стать неврологом и остаться работать в России. В составе студенческого отряда он приехал в Лениногорск набираться опыта. Для меня наука и сама биология и медицина, то есть тело человека, для меня это большая загадка. И мне всегда хочется углубляться в ней больше и больше. Ибрахим и еще 11 студентов-медиков из Казани, от Нинского района, Чувашии и Оренбурга пробудут в Лениногорском районе всю эту неделю. В составе отряда будущие фельдшеры, медсестры, педиатры, терапевты и стоматолог. Они будут проводить диспансеризацию в ФАПах Зайкаратая, новой чершилы и близлежащих деревень во врачебных амбулаториях Старого Кувака и Шугурова. Мы будем делиться 12 человек на 3 команды. И в каждой команде будет человек, который снимает ЭКГ, проводит забор крови, проводит спираметрию. Я вступила в отряды совсем недавно, всего 2 месяца прошло, но я уже решила поехать в десант, чтобы посмотреть, каково это со стороны, посмотреть, как устроено здравоохранение в других городах. И, может быть, приехать после универа и помочь здесь. В последние дни своего пребывания участники студенческого отряда выступят с лекциями в лениногорских школах. Они расскажут о профилактике ОРВИ, правилах оказания первой помощи и о зимнем детском травматизме. Также студенты-медики попробуют поработать на вызовах по обслуживанию населения вместе с профессиональными врачами. Наталья Лаконкина, Новости Юго-Востока. В Заинске прошел муниципальный этап конкурса «Учитель года». В нем приняли участие 45 педагогов. 26 из них прошли дальше. Подробнее в следующем сюжете. Имя существительное. Дальше он должен назвать определение. Обозначает предмет, отвечает на вопрос кто что. Молодой педагог Ангелина Максимова делится опытом с коллегами. Шаг за шагом к успеху. Так называется мастер-класс, который она представила на конкурс «Учитель года» в номинации «Педагогический дебют». Делилась с коллегами несколько приемов, такие как шаг за шагом, майндмэп и паспорт. По итогам мастер-класса увидела, что коллегам это было полезно. Ежегодный профессиональный конкурс «Учитель года» прошел на базе Малой академии наук. В этом году в муниципальном этапе конкурса приняли участие 45 педагогов городских и сельских школ, 26 из которых прошли в следующий этап. Среди них 4 учителя в номинации «Педагогический дебют». В этом году, как и в прошлом году, мы на муниципальном этапе сделали отдельную номинацию. Это лучший учитель русского языка, лучший учитель начальных классов. Поэтому надеемся, что наши педагоги, которые покажут лучшие результаты на муниципальном этапе, достойно представят наш район на следующем зональном этапе. На зональном этапе конкурса «Учитель года» Заинский муниципальный район представят лучшие педагоги в номинациях «Учитель года», «Учитель татарского языка» и «Педагогический дебют». Ельмира Шабрина, Александр Тимофеев, Денис Ипатов. Новости Юго-Востока. Еще больше новостей вы можете найти на нашем сайте almetisk.defisru.ru Делитесь и вы с нами интересными новостями, пишите о радостных событиях и сообщайте о проблемах. Сделать это можно как по номеру WhatsApp, так и через соцсети. Мы продолжаем выпуск и вот о чем расскажем далее. Ждут елок больше, чем Нового года. Кому доставляют хвойные деревья и что с ними делают после праздников? Когда возраст точно не помеха. Пенсионеры станцевали флешмоб и взяли в руки скандинавские палки. Кому нужно брать с них пример? Куда исчезают елки с города после праздников и для чего они могут пригодиться? Кто такие Августина и Мадонна и как они связаны со второй жизнью деревьев? В деле исчезновения сотен новогодних елок разбиралась моя коллега Екатерина Машенцева. По одной или куче и замотанной в полиэтилен и с нитками новогоднего дождика. Еще недавно они пушистые и ароматные создавали атмосферу праздника. А теперь одни стоят около точек сбора мусора у подъездов, другие приходится откапывать из-под снега. В день работники эко-сервиса объезжают до 35 площадок ТБО. Собрав полный кузов елок, везут деревья на полигон. Таких рейсов в день выходит 3-4. Разгрузить уже ставшую колючей хвою выходят рабочие, обязательно в плотных перчатках. Но и они не спасают от уколов иголок. На полигоне елки собирают в течение нескольких недель. Затем приезжает техника побольше и снова на погрузку. Но этой металлической руке колючей елки уже нипочем. В такой камаз влезет около 30 кубометров елок. Примерно 300-400 деревьев отправят в фермерское хозяйство. За все время сбора делают 5-10 подобных рейсов. Основной частью елок с города мы начинаем собирать после новогодних праздников, то есть после встречи Нового года по старому стилю, так скажем. И продолжается, но продолжается до тех пор, пока население выносит их на контейнерную площадку. То есть мы можем утилизировать фермерские хозяйства, и они послужат еще и витаминным кормом для животных, а также измельченные свалы для подстилки. Дальше камаз с елками доставляет груз до его конечных рогатых получателей коров в одном из хозяйств Апакова. Но отведать эти деревья буренкам сразу не дадут. Прежде чем елки пустить на корм коровам, их очищают от остатков полиэтилена и мишуры. Кстати, привычных пеструшек и буренок в этом хозяйстве практически нет. Каждая доярка дает своей корове практически уникальную кличку. Здесь есть Марьям, Августина и даже Мадонна. Кто-то вдохновившись любимым сериалом, а кто-то современными исполнителями. Елки в качестве подкормки в Апаковском хозяйстве используют уже несколько лет. В этом году из-за засухи и плохой урожайности решили использовать хвою активнее и запаслись ею заранее. В этом году мы уже усиленно пополняем, потому что тяжело с кормами и елки это же витамины. Витамины в зимний период коровам особенно необходимы. Первую партию хвойного корма Радик привез еще 31 декабря. Это были деревья, которые не распродали к празднику и они стали не нужны. Это первые елочки сосны, которые мы давали на корм. Они даже их грызли до коры. Следующие уже наелись и уже только иголочки объедают. Удой увеличился процентов на 10 после кормления елками. Фермер рассчитывает, что всей партии привезенных сосен хватит на 2-3 месяца до того, как стада выйдут на пастбище. Катерина Машинцева, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока. В общественном центре Алмет открыли новый сезон фестиваля «Страна поющего соловья». Он проходит в рамках программы «Рухиад» благотворительного фонда «Татнефть». Участники выступали в номинациях «Художественное чтение». На финальном туре собрались 50 ребят из 10 населенных пунктов республики. Дети, которые принимают участие в конкурсе «Страна поющего соловья», они всесторонне развитые, но еще плюс к тому, у них какое-то свое направление любимое, которое они любят и которым они увлекаются. Этот фестиваль имеет 25-летнюю историю. Так много детей прошли через наш фестиваль, обрели себя, почувствовали фундамент под ногами, и многие из них окунулись в творчество. Финальные туры фестиваля по другим номинациям продолжатся до середины марта. 2 апреля состоится гала-концерт в Доканевче, а 23 апреля он пройдет в Татарской государственной филармонии имени Габдулы Тукая в Казани. Во Дворце культуры Лениногорска состоялся конкурс «Лучший студент». Проект приурочили ко Всероссийскому дню студенчества. Творческая молодежь города проявила свои таланты в различных конкурсах, которые для них подготовили организаторы. Я желаю успехов всем тем, кто подготовился, и, конечно же, хороших эмоций сегодняшнему залу. Конкурс «Лучший студент» Дворец культуры проводят пятый год подряд. Он традиционно объединяет самых ярких представителей творческой молодежи. В этом году в конкурсе приняли участие семь студентов четырех учебных заведений Лениногорска. Мы надеемся, что сегодня наши участники будут достойны смотреться на нашей сцене, потому что их всего семь. Счастливое число, я считаю. Организаторы подготовили для участников различные испытания. Конкурсанты представили на суд-жюри свою визитку, видеоролик «Один день из жизни студента» и творческий номер. Ребята подошли к выполнению задания максимально креативно. Вокал, питбокс, зажигательные танцы и вальс зрители бурно поддерживали своих фаворитов. «Вообще студентство это лучшее, что могло произойти в моей жизни». Попробовать свои силы в конкурсе решил и, пожалуй, один из известных студентов Лениногорска Владимир Скрипаль. Он знаменит на всю страну участием музыкальным шоу на федеральном канале. Сейчас молодой человек учится на повара. Говорит, всегда мечтал стать хорошим кулинаром. Но и на музыкальном поприще тоже планирует добиться успехов. «Было очень прикольно, когда я выхожу и весь зал просто кричит, ну, если честно, громче всех мне. И мне было это дико приятно, поэтому я для этого, чтобы получить адреналин, так сказать, своего рода и получить эмоции». Данил Султанов из Лениногорского нефтяного техникума посвятил свое выступление маме. Студент говорит, что все его достижения ее заслуга. Данил успешно учится и активно участвует в общественной жизни. «С шести лет мама отправила меня на сцену. Я благодарен ей и за это я подарил ей сегодня букет». «Я считаю, что мысль достойна участвовать в этом конкурсе, потому что он очень разносторонне развит и много делает для нашего города, участвует во многих мероприятиях». Долгожданным моментом стало награждение. Первое место занял студент Лениногорского нефтяного техникума Данил Султанов. На втором месте Рамазан Гизатулин, учащийся филиалок НИТУКАИ. На третьем месте студентка Лениногорского музыкально-художественного педагогического колледжа Эльза Буслаева. Победителям проекта лучший студент поручили кубки и сертификаты от спонсоров. Все участники получили дипломы и призы. Эльмира Гореева, Николай Орехов, Новости Юго-Востока. Пенсионеры Альметьевска с легкостью дадут фору молодым спортсменам. В городском парке открыли 12-ю спартакиаду третий возраст. Соревнования они заменили зажигательным флешмобом и прошли со скандинавскими палками. На дистанцию вышла и наша спартакиаду. Соревнования вышли на танцпол и продемонстрировали свой уже ставший традиционным флешмоб. Среди них и Николай Степанов, ветеран пожарной охраны, больше дружил скорее не с танцами, а со спортом. Лыжи, велосипед, плавание всем этим занимается с третьего класса и уже более полувека рекомендуют делать это и другим. В любом возрасте надо поддерживать спортом, не надо бояться, не надо болеть. Город у нас спортивный, чтобы все занимались спортом. В программе спартакиады 14 видов спорта, но в день открытия новые состязания не устраивали, а наградили участников прошлых соревнований. Вместе с грамотами вручили и подарки под стать спортивным пенсионерам. Наборы для настольного тенниса и дартс. Несмотря на мороз, выбрались из дома на спортивный праздник свыше ста человек. По словам организаторов спартакиада, среди людей старшего возраста одна из наиболее интересных. Благодаря энергетике и активности пенсионеры дадут фору не только молодым спортсменам. Спорт людей пенсионного возраста и организованную работу советом ветеран наверное это такой пример для всей республики. У нас пенсионеры на мероприятиях даже наверное более охотно идут на спортивном мероприятии, чем дети, чем работающие населения. Состязаний на открытии 12-й спартакиады не было, но разойтись без физической активности, как сказали пенсионеры, это не по-нашему. Поэтому и организовали фестиваль скандинавской ходьбы. Танцы танцами, но разминку перед ходьбой никто не отменял. Готовится к прохождению дистанции и Рамзия Вагизова. Впервые взяла в руки скандинавские палки пять лет назад. С тех пор с ними почти не расстается. Пенсионеры для своего удовольствия живут. Каждый живет для своего удовольствия. Это надо ловить. Поэтому надо каждое время свое полезно делать. Участники разделились на две команды и отправились проходить дистанцию по парковым дорожкам. Катерина Машинцева, Льнур Залятов, Новости Юго-Востока. Нефтяник завершил выездную серию игр. В Ханты-Мансиске альметьевцы сыграли с одним из лидеров текущего чемпионата местной Югрой. Открыли счет только в середине второго периода. Шайба влетела в ворота Югры. Соперники восстановили равенство ближе к концу второй игры, а потом забили еще два гола нефтянику. В самом начале третьего периода хоккеисты Югры установили окончательный счет 4-1. Наши спортсмены проиграли. До окончания первого этапа чемпионата нефтянику предстоит провести еще две серии матчей. Ближайший состоится в Ольметьевском дворце спорта юбилейный 31 января с омскими крыльями. Поздравляю во-первых соперника с победой, во-вторых с такой командой нельзя позволять себе тех вольностей, которые мы стали позволять после ровно половины матча. Повели 1-0, нужно было играть строго по счету. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. Связаться с нами можно через страницы в соцсетях, мессенджерах WhatsApp и Telegram. Пишите, если у вас есть интересные истории, вы хотите поделиться новостями, задать вопрос либо оставить комментарий к выпуску. На сегодня это все, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok